Итак, в данном видеоролике по запросам нашим молодой аудиториям, ну и в принципе я тоже заметил, что вам неплохо заходят исторические видеоролики с уклоном в социологию, в экономику, в политику, в идеологию и как эти идеи вообще отражаются на дальнейшей экономической конъюнктуре страны, я бы хотел с вами поговорить сегодня про капитализм, феодализм и коммунизм. Я начну с небольшого пролога, а именно с того, что человечество, оно на самом деле развивается. Если бы первобытное общество не научилось бы кроить огонь из камней и палок, мы бы сейчас вряд ли с вами летали на самолетах, мы бы сейчас вряд ли летали бы в космос, мы бы сейчас вряд ли пользовались бы интернетом, благами цивилизации. Поэтому и текущее общество потребления, общество абсолютного капитализма, оно будет трансформироваться в мировом эквиваленте. И по сути это неизбежный виток истории, который необходим будет людям пережить в дальнейшем. Эволюция. И я на самом деле хотел бы вам сейчас привести очень старую пирамиду Маркса, формационного подхода. Первобытная общинная формация, рабовладельческая формация, феодализм, капитализм и коммунизм. Это так называемые пирамиды развития социума. Вот на самом деле марксистско-ленинская теория, она довольно интересная. При желании можете посмотреть мой видеоролик, который я выпускал неделю назад про марксизм-ленинизм. Но с чем я не согласен все-таки с Карлом Марксом, это с тем, что после капитализма следует абсолютный коммунизм. В этом я не соглашусь. Потому что после капитализма и между коммунизмом должна быть еще одна идеология. Я бы назвал ее социал-демократия. То есть переходная фаза капитализма в уклоны социализма. И на самом деле с годами идеи социализма они будут и дальше наращиваться. Это в любом случае. Чтобы западные и восточные страны не предпринимали, я имею в виду капиталистические державы, все равно идеи, левые идеи, они будут развиваться. Это неизбежно. Это так называемый виток истории, который, повторяюсь, человечество необходимо будет пережить по новой. И соответственно социал-демократия, опять же, чисто на мой субъективный взгляд, исходя из экономических терминологий, исходя из политического воли изъявления, исходя из моего субъективного взгляда на данный вопрос, исторического также подхода, социал-демократия это плавный переход из капитализма в социализм. То есть, нет, не абсолютно социализм. Это социализм, который включает все еще в себя рыночные устои, неизбежные. Потому что мы видели эксперимент, который проводился над Россией в 20 веке, в рамках Советского Союза. Попытались внедрить абсолютно социализм. Что получилось, вы видите сами. Те люди, которые жили в рамках того социума, в рамках той эпохи, прекрасно эту эпоху еще помнят. И помнят, что будут в ближайшие десятилетия. Так что социал-демократия это переходный виток развития между капитализмом и коммунизмом. Знаете, на самом деле, если говорить из идеологической терминологии, то капитализм это общественно-экономическая формация, которая основана чисто на частной собственности, на средства производства и эксплуатации наемного труда капиталом. Фактически, капитализм он сменяет феодализм. По пирамиде Маркса это все было наблюдаемо. Формально, этимология капитализма, она впервые появилась плюс-минус в 17 веке. И его использовал впервые Уильям Текерей. Но, к слову, в труде Карла Маркса само слово капитал используется лишь дважды. Вместо него Маркс использует термины капиталистическая система. Капиталистический способ производства. Капиталист. Которое, по моей памяти, встречалось, ну, как минимум, более одной тысячи раз, когда я читал еще его работу капитал. Вот смотрите, сущность капитализма, как вы уже знаете, она довольно очерчена в негативных тонах. Основные признаки капитализма. Первое. Господство товарных и денежных отношений и частной собственности на средства производства. Второе. Наличие развитого общественного разделения труда, рост обобщисления производства и превращение рабочей силы в товар. Третий формат, это уже эксплуатация наемных рабочих капиталистами. Вы знаете, если мы сейчас окунемся в историю, то человечество проходило через две фазы развития своего рода. Мы сейчас находимся в третьей фазе. Первая фаза. Простыми словами сейчас скажу вам. Человек человеку волк. Это первобытное общество. Вторая фаза. Человек человеку товар. Это средние века. Сейчас, пардон, оговорился. Первая фаза. Человек человеку волк. Вторая фаза. Человек человеку сырье. В рамках средних веков, промышленной революции и прочее. Сейчас человек человеку товар. В рамках абсолютного, я бы сказал, капитализма. То есть люди себя друг другу продают. Это абсолютная дичь, откровенно говоря. Потому что подобные продажи личности, я считаю, надо порицать. Абсолютно. Это до добра не доводит, как правило. Но это опять же мое субъективное мнение. Вот смотрите. Основной противоречий капитализма выглядит таким образом, что целью капиталистического производства является присвоение создаваемой трудом наемных рабочих прибавочной стоимости. Это все из уст Карла Маркса еще. Прописано из его работы капиталу. И по мере того, как отношение капиталистической эксплуатации становится господствующим типом произведенных отношений и на смену докапиталистическим формам надстройки, приходят буржуазные, политические, правовые, идеологические и другие общественные институты. И фактически капитализм в такой ситуации превращается в общественную и экономическую формацию, включающую в себя капиталистический способ производства и соответствующую ему надстройку. И в своем развитии внимания капитализм проходит несколько стадий, скажем так, развития. Но его наиболее характерные черты, по своей сути, остаются неизменными. Эксплуатация. Живой трудовой силы. Капитализму во множестве своих проявлений присущие антагонические противоречия. И вот основной противоречий капитализму между общественным характером производства и частной капиталистической формой присвоения, его результатов порождает анархию производства, безработицу, экономические кризисы, непримиримую борьбу между основными классами капиталистического общества. Это пролетариат и буржуазия. И обуславливает историческую обреченность капиталистического строя в дальнейшем. Я поэтому говорю, что трансформация капитализма в новую идею социал-демократии, она неизбежна. Но с годами это будет все сильнее и сильнее проявляться, потому что сейчас, к примеру, во всем мире, скажем так, во всей планете, в капиталистических странах, разрыв между пролетариатом и буржуазией неимоверно высокий. С каждым годом он все сильнее наращивается, наращивается, наращивается. И одно из средств любого государства, в рамках которым сейчас выстроен капитализм на кредитной банковской системе, Я бы сказал, это пыль в глаза, на самом деле. Одно из инструментов государства, чтобы якобы сокращать потребительскую активность между богатыми и бедными, это выдача банковских займов, банковских суд, кредитов. Но потребление, оно частично наращивается среди социума, обычного рабочего класса. Но, внимание, когда уже государство, банкская система понимает, что перекритованность максимально высокая в социуме, да, в этой системе, то начинаются экономические потрясения внутри государства, либо внутри группы государств, либо вообще во всем мире. Вот, к примеру, сейчас мы с вами находимся на пороге новой эпохи. Серьезно говорю, это уже только слепой не видит. Мы сейчас находимся в той фазе, когда пузыри, экономические пузыри, максимально раздуты. И фондовые, и фондовые рынки, частично даже товарные рынки, долговые рынки, так там вообще долговые бомбы. То есть, облигационные рынки. Многие рынки облигационные, они уже перейдут настолько сильно, что в один момент лопнут. Серьезно, долговая бомба. Это в Америке, это в Китае, это в Европе присущем, но и в ряде других стран мира. И, соответственно, население также во всем мире сейчас перекредитовано в рамках текущего банковского строя, назовем так. И, как следствие, пузырь в экономике мировой, в глобализированной экономике, подчеркиваю, он перейдут. Его однажды придется сдувать. Какой будет сдув пузыря, непонятно. Либо контролируемый, либо анархический. Что последует? Первопричина сдув пузыря тоже не ясно, но мы знаем, что он будет сдуваться. И в рамках этого сдув пузыря я полагаю, что начнется трансформация общества мирового. То есть какие-либо идеи, именно левые идеи, они будут все сильнее популяризироваться, популяризироваться, популяризироваться. Потому что подавляющее большинство, кто поддерживает эту идею, это пролетарский класс. Это крестьяне, по факту. И, соответственно, эти идеи будут все сильнее и сильнее раскручиваться. Я имею в виду в мире, во всем мире. Но давайте перейдем к вопросу возникновения капитализма. Оно было подготовлено изначально общественным разделением труда и развитием товарного хозяйства в недрах феодализма. Фактически, вот все эти ниши, капитализм, феодализм, рабовладельчество и первобытная формация, они включают в себя все низменные, я бы сказал, инстинкты человека. Животный инстинкт, откровенно говоря, власть, деньги, иерархия и прочее. Да, частично даже и социализм с коммунизмом включают в себя эти идеи. Но, опять же, если посмотреть, по крайней мере, с теоретических точек зрения, то переход в фазу социализма и коммунизма, он, как правило, созидательный переход. То есть, в рамках уже развитого общества, в рамках, скажем так, общества антипотребления. Я вот поэтому говорю, что из общества текущего потребления мир будет либо полвека, либо целый век выходить. К тем наивысшим созидательным идеям. И, соответственно, в процессе возникновения капитализма, в одном полюсе образовался класс капиталистов, которые сосредоточили в своих руках денежные капиталы и средства производства. Их меньшинство, подчеркиваю, их меньшинство. А с другой стороны, масса людей, лишенных средств производства, и потому они вынуждены продавать, внимание, продавать свою рабочую силу капиталистам. Это пролетариат. И, соответственно, какие были стадии развития до монополистического капитализма? Первая стадия – накопление капитала. Развитому капитализму предшествовал период так называемого, подчеркиваю, первоначального накопления капитала. И по факту его сущность состояла в ограблении крестьян, мелких ремесленников и захвате колоний. В общем, рэкет самый настоящий. Превращение рабочей силы также сопутствовало в товар, и средства производства в капитал означало переход от простого товарного производства к капиталистическому. То есть первоначальное накопление капитала было одновременным по факту процессом быстрого расширения внутреннего рынка. То есть крестьяне, ремесленники, существовавшие ранее своим хозяйством, превращались в наемных рабочих. Причем в силы их превращали в наемных рабочих. И они были вынуждены жить и выживать путем продажи своей рабочей силы. То есть покупать необходимые приметы потребления в том числе. Средства производства, которые концентрировались в руках меньшинства, превращались в капитал. Также создавался внутренний рынок, средства производства, необходимых для возобновления и расширения производства. Ну и фактически на новые географические открытия, когда вот континент открывали, как правило, императоры направляли туда свои колонии. В дальнейшем эти колонии захватывались путем других ракетеров. И фактически, подчеркиваю, захват таких колоний обеспечивали на рождавшейся европейской буржуазии новые источники накопления капитала. Это и привело к росту международных экономических связей. Это и привело к развитию товарного производства и обмена, который сопровождался дифференциацией, назовем так, товаропроизводителей. Что фактически, я бы сказал, послужило основной дальнейшей стезией развития капитализма. Ну и фактически, раздробленное товарное производство, оно не могло никак удовлетворять растущиеся просто на товары. Вообще, я бы мог бы еще соотнести в такую термологию, как простую капиталистическую кооперацию. Соответственно, исходным пунктом капиталистического производства стала простая капиталистическая кооперация. В совместе с трудом определенной группы людей, союз крестьян, назовем так, которые выполняют отдельные производственные операции под контролем главного капиталиста, так сказать, пахана, буржуя. И источником дешевой рабочей силы для первых капиталистических предпринимателей было массовое разорение ремесленников, крестьян в результате уже имеющейся дифференциации, а также, ну скажем так, огораживания земель, принятие законов о бедных, разорительных налогах и других мер внеэкономического принуждения. Если мы посмотрим на историю, то постепенно укрепление экономических и политических позиций буржуазии подготовило условия для буржуазных революций, назовем так, в ряде стран. То есть Западной Европе, Нидерланды, 16 век, Великобритания, середина 17 века, насколько я помню, Франция, примерно 18 век, ну ближе к концу 18 века, французская революция, если вы помните. И в ряде иных также европейских стран в середине уже 19 века. Вот. Буржуазные революции, они осуществили переворот в политической надстройке и ее подсистемах, в связи с чем вообще ускорился процесс смены феодальных производств отношений сферы, точнее изменилась сфера феодализма на формацию капитализма. Иными словами, было расчищение почвы для созревшего в недрах феодализма капиталистического строя, для смены феодальной собственности капиталистической. Ну вот сейчас мы также плюс-минус наблюдаем то, что созревает некая другая идея, социал-демократическая, переходная фаза с капитализма в новую формацию международную. Но опять же, повторяюсь, для смены такой формации необходимо либо полвека, либо век. То есть пока культ потребления себя источит, иссякнет, когда начнется уже развитие критического мышления среди населения, тогда все будет развиваться наиболее быстрыми шагами, быстрыми темпами. Я имею в виду во всей планете, то есть на всем мире. Вот, и соответственно, крупный шаг в развитии производительных сил буржуазии и общества был сделан с появлением мануфактуры в середине примерно 16 века. И, соответственно, к середине 18 века дальнейшее развитие капитализма в передовых буржуазных странах Западной Европы, Франции, Германии, Британии, Испании, наткнулось фактически на узость ее технической базы. То бишь созрела необходимость перехода к крупному фабричному производству с использованием уже технологии, то есть машин. Вот то, что вы видите сейчас на экране у себя. Машиностроение так называемое. И переход от мануфактуры к фабричным системе был осуществлен в ходе, скажем так, промышленного переворота, который начался в Великобритании во второй половине 18 века и завершился лишь только к середине 19 века. То есть изобретение парового двигателя привело к появлению целого ряда машин. Рост потребности в механизмах привел к изменению технической базы машиностроения. И переходу к производству машин-машин, то есть так называемая технологическая, точнее промышленная революция, вот ее истоки. И возникновение фабричной системы означало утверждение капитализма как единственно господствующего способа производства. То есть создание соответствующей ему материально-технической базы. И соответственно переход к машинной стадии производства способствовал развитию производительных сил, возникновению новых отраслей и вовлечению в хозяйственный оборот новых ресурсов. Быстрому также росту населения городов и активизации внешнеэкономической связи, потому что всех ссылали фактически в города. Из сел именно в города и в городах строились те самые промышленные производства, которые подталкивали экономику, государство к дальнейшей, ну относительно глобализации, то есть внешнеэкономическим связям. Вот, и он сопровождался, ну мягко говоря, дальнейшей эксплуатацией наемных рабочих. Звучит максимально прискорбно. Детский труд, труд молодых людей, труд пожилых людей, это, ну это плохо. Женский труд, труд пенсионеров, как мы сейчас называем стариков, вот. Это, конечно, труд фигово, негативно. Там также было удлинение рабочего дня, там 12-14, местами 16 часов. То есть не было такого понятия, как трудовой кодекс еще там пару веков назад. Ой, люди, знаете, вот мне, конечно, иногда смешно читать комментарии некоторых людей, там неважно где, либо в интернете, либо в ютубе, о том, что Советский Союз это ошибка истории. Нет, я говорил вам, что Советский Союз это последствия истории. И если бы не декреты советской власти, трудовой, временной диапазон, скажем так, то, что принималось еще в Ленинскую новую экономическую политику. Если бы не все эти декреты, которые потом пошли, популяризации по миру всему, то бы мы сейчас с вами работали не по 8 часов, да, не по 9 там, а часов по 15-16. Эксплуатация сейчас была бы лютой, абсолютно. Поэтому, повторяюсь, Советский Союз это лишь следствие создания социалистического государства в связи с теми капиталистическими проблемами, которые были в 20-19-18-17 веках. То есть промышленная революция в Британии это следствие развития левых идей по мере развития социума. И поэтому я еще раз говорю, социум будет и дальше развиваться. И дальше будет также популяризироваться уже не левые конкретные идеи, не крайне левые там социализм, коммунизм, большевизм, нет. А социал-демократические идеи, то есть социализм в определенном содружестве с капитализмом, то есть защита рабочих, рабочего класса, услужливость государства перед пролетариатом, потому что пролетариат это огромное скопление людей, это почти 90% населения любого государства. И извините меня, что-то пролетариат может сделать, читайте историю, когда пик негативизации приходит, это ужас. Не дай бог, конечно, такие исторические события переживать, это потрясение максимальное, это ужас. Поэтому данные факторы, которые сейчас я озвучил, считаю необходимо учитывать. И, соответственно, переход к машинной стадии производства в Великобритании, в промышленную революцию, он начал способствовать развитию производительных сил, возникновения новых отраслей и вовлечения в хозяйственный оборот новых ресурсов. То есть, повторяюсь, быстрый рост населения городов способствовался этому фактору. И развитие макроэкономики в том числе, то есть, внешнеэкономической связи, то есть, внешней мировой торговли, глобализации. Вот, знаете, можно также рассмотреть вопрос развития капитализма, к примеру, в Великобритании. Консервативный путь развития капитализма в Британии, в Британской империи, на то время, сейчас она, естественно, по-другому называется. Тогда она была Британской империей, до середины 20 века. Первоначальное накопление капитала, простая кооперация, мануфактурное производство, капиталистические фабрики. Они характерны для небольшого числа западноевропейских стран. Главным образом, для Великобритании и Нидерландов, в Великобритании раньше, чем в других странах, завершился промышленный переворот. То есть, возникла фабричная система промышленности. И в полном мере проявились преимущества и противоречия нового капиталистического способа производства. Ну, причина-следство, так называемое. И чрезвычайно быстро, по сравнению с другими европейскими странами, был рост промышленной продукции, которая, в свою очередь, сопровождалась пролетаризацией значительной части населения. То есть, углублением социальных конфликтов, регулярно повторяющимся с 1820-30-х годов, циклическим кризисом перепроизводства в том числе. И, к примеру говоря, проблемы тех лет, мы наблюдаем проблемы, вот тех лет, которые сейчас я озвучил, мы наблюдаем сейчас. Циклы перепроизводства, что, в свою очередь, ведет страны экономику к экономическому кризису. Пока из такой фазы мир еще не вышел. Ну, и вряд ли, что сейчас выйдет. Для перестройки мировой экономики и политики требуется, как минимум, полвека в век. Ну, и, соответственно, к середине XIX века Великобритания добилась мировой промышленной торговой, финансовой гегемонии. Вот. И страна, Британская империя, была государством, который достиг высшей точки развития капитализма в XIX веке. Так называемые экономические циклы. По циклам Кондратьева они уже были пройдены в Великобритании. И, знаете, не случайно, что теоретический анализ капиталистического способа производства, который указан в трудах Карла Маркса, основывался главным образом на английском материале. К тому же Ульянов, ну, то есть Ленин, Владимир Ильич Ленин, отмечал, что важнейшим отличием черт английского капитализма второй половины XIX века были громадные колониальные владения и монопольные положения на всемирном рынке. То есть, Британская империя была, по факту, пару веков назад, я бы сказал, до середины XX века она была единственной империей в мире. Как, к примеру, сейчас США. Да, Соединенные Штаты Америки продвигают свою политическую, экономическую волеизъявление примерно с середины XX века. Да, а до этого момента времени была Британская империя, главным гегемоном в мире. Кто будет гегемоном в мире после Штатов, я пока не знаю, честно говоря. Тут можно много философств, разглаговольств с точки зрения истории, экономики, политики, но к единому консенсусу мы вряд ли придем. Сейчас говорят, что Китай будет главным гегемоном в мире. Возможно, возможно. Но будет ли, пока сказать трудно. Соответственно, во Франции формирование капиталистического отношения тоже имело место быть, да имеет место быть по сей день. Оно, формирование капиталистического строя во Франции началось в эпоху, я бы сказал, крупнейшей западноевропейской державе эпохи абсолютизма. Оно происходило медленнее, иными словами, чем в той же Великобритании и Нидерландах. Это объяснялось фактически главным образом устойчивостью абсолютистского, абсолютного государства, относительно прочность социальных позиций, дворянства и мелкого крестьянского хозяйства. И фактически обеземерение крестьян происходило не путем огораживания, а через налоговую систему. Вот, налоговая система. Большую роль в формировании класса буржуазии играла система откупа налогов и государственных долгов. А позднее протекционистская политика правительства в отношении заражавшегося мануфактурного производства тоже сыграла немаловажную роль. Соответственно, буржуазная революция, она произошла во Франции почти через полтора века позднее, чем в Великобритании. А процесс первоначального накопления расстоялся на два столетия примерно, на два-три века плюс-минус. И французская революция радикально устраняла феодальную абсолютистскую систему, мешавшую росту капитализма. То есть в тот момент времени страны Европы, там несколько веков назад, проходили как раз фазу абсолютного капитализма. То есть они развивались в этой эпохе капитализма, достигали чего-то нового. На их личный взгляд, совершенного. И, соответственно, французская революция, она одновременно привела к возникновению устойчивой системы мелкого крестьянского землевладения, которая наложила, в свою очередь, отпечаток на все дальнейшее развитие капиталистического производства в отношении внутри Франции, уже в дальнейшей Французской республике. И широкое внедрение машин началось во Франции в 30-е годы 19-го века. В 50-е-60-е годы 19-го века она превратилась уже в более или менее промышленно развитые государства. И главной особенностью французского капитализма тех лет было его ведение ростовщического характера. То есть рост судного капитала, который был основан на эксплуатации колоний и выгодных элитных операций за рубежом, фактически превратила Францию в страну развитого капитализма в тот момент времени. То есть, видите, колонии, 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 везде колонии, колониальность играла важный уровень развития капитализма и экономики страны в целом. К примеру говоря, если взять Штаты, то США вступили на путь капитализмического развития намного позже, чем Великобритания. Например, Америка это бывшая колония британская. Если вы историю изучали, вы прекрасно помните. У них потом была еще война за независимость внутри Штатов. И, соответственно, к концу 19-го века Штаты вошли также в разрез капитализмических стран, передовых капстран. Ну, к примеру, в США формально как бы не существовал феодализм, я бы сказал, как всеобъемлющие экономической системы государства. Как бы феодализм был. Ну, вы сами помните по истории, кого загоняли в Америку, из какого континента. Ну, почитайте, вспомните, освежите память. Это фактически, но формально феодализм он не играл естественной роли как идеологии внутри американского государства. И, соответственно, крупную роль в развитии американского капитализма сыграло вытеснение коренного населения. Ну, вы знаете кого. Именно в резервации с целью освоения фермерами освободивших земель на западе страны. Вот. Этот процесс определил так называемый американский путь развития капитализма в сельхозе, в сельском хозяйстве. Вот. Основа которого был рост капиталистического фермерства и бурное развитие американского капитализма после гражданской войны 1861-го. Дефис. 1865-го года. Это война федералистов и конфедералистов с севера и юга штатов. Которое привело к тому, что уже в 1894-м году США по объему промышленной продукции заняли первое место в мире. О как. Вот, к примеру говоря, развитие капитализма в Германии. Как оно происходило? В Германии ликвидация системы крепостной зависимости была осуществлена сверху. То есть, уже с верхушки власти. Вот. И непосредственно выкуп феодальных повинностей, с одной стороны, привел к массовой пролетаризации населения. К распространению рабочего класса, крестьянства. С другой стороны, дал помещикам в руки капитал, необходимый для превращения юнкерских поместьев в крупное капиталистическое хозяйство с применением наемного труда. Власть позволила капитализму развиваться. Были тренды. И по этим трендам власть пошла. И, соответственно, тем самым были созданы предпосылки для так называемого, назовем так, так называемого прусского, пруссия. Прусского, пути развития капитализма в сельском хозяйстве. То бишь, объединением германских земель в единый таможенный союз. Буржуазная революция 1848-1849 годов ускорила развитие промышленного капитала. И, соответственно, исключительную роль в промышленном подъеме в середине 19 века в Германии сыграли железные дороги развития этой отрасли, которые способствовали экономическому и политическому объединению страны и бурному росту тяжелой промышленности, индустрии. И политические объединения Германии и военные контрибуции, они фактически стали мощным стимулом для дальнейшего развития капитализма внутри германской империи Германии. И в 70-е годы 19 века происходил процесс быстрого создания новых отраслей и переосначения старых на основе новейших достижений науки и техники. И чем воспользовались в дальнейшем Великобритания и ряд других капиталистически развитых стран. Ну и, соответственно, Германия уже к 1870 году смогла догнать уровень экономического развития Франции, но к концу 19-го года приблизилась к уровню экономического развития Великобритании. Поэтому 19-18 века, 18-19 века, они были бурными веками капиталистического развития в рамках реального сектора экономики. Ну, естественно, реального. Тогда не было цифровизации, тогда об этом никто ничего не знал. Иными словами, капитализм это погоня за прибылью, за деньгами, за капиталами. Я могу даже провести корреляцию вот с нашей деятельностью биржевой, да? Зачем мы торгуем в рынке? Целью извлечения прибыли. В рамках пока еще капиталистических устоев, чтобы накопить наши капиталы. И, соответственно, потом эти капиталы приумножать. Вот в чем логика капитализма. Все зациклено на деньгах и потреблении. Так и выстроена современная экономическая модель планеты. И вот, подводя итог, я бы хотел пару слов высказать в адрес капитализма. Но, повторяюсь, переход из одной фазы в другую фазу, он занимает очень долгое количество, довольно длительное количество времени. Я убежден, что все равно мир придет к фазе социал-демократии рано или поздно. Может быть, через полвека, может, через век. Почему так? Потому что... Ну, смотрите, многие сейчас говорят, что фаза цифровизации, она необходима для дальнейшего упрощения труда. Ну, чтобы якобы люди становились, скажем так, созидателями. Там писали стишки, сочиняли музыку, снимали кинематограф и пять десяток. Типа люди будут так хорошо жить. Вот знаете, в таком, не знаю, мани-мерке, если многие живут, думают, что цифровизация это благо. Нет, цифровизация это не благо. Цифровизация это та самая проблема, да, которая ведет в эксплуатацию уже роботизированную, то есть роботов, машины так называемые. И полностью ограничат именно население всей планеты, именно пролетарское население всей планеты от рабочих профессий. То есть, условно говоря, вот вы токарь, там, не знаю, работа на револьверном станке. У вас, например, есть цех, да. В этом цехе у вас, ну, допустим, там, 10 револьверных станков. Вот, соответственно, нужно 10 человек, станочников, токарей, я имею в виду. Но машины трут, придет к тому, что нужно будет только один-два человека для того, чтобы смотреть, как машина труется над тем или иным созданием объекта, потреблением, дальнейшим. Ну, потребление, имею в виду, в промышленной деятельности. И, соответственно, куда девать все это население, человеческий труд? Куда девать пролетарское население? Правильно, в рамках текущей экономической формации оно будет выброшено за борт общества. Многие станут бездомными через 20 лет. Многие покончат жизнь, сами знаете, чем. И роботизация, цифровизация, она неизбежна в дальнейшем. Тренд уже задали, все. Как говорится, трансконтинентальные компании будут иметь наиболее высокую прибыль в рамках текущей общественно-экономической формации. И поэтому я опять веду к тому, что вот это социальное расслоение между буржуазией и пролетарским населением всех стран мира, оно будет только сильнее нарастать. Вот именно эта финансовая дыра между доходами бедных и богатых. И все сильнее и сильнее будут актуализироваться популисты, левые, левые идеи. Вновь заговорят о Карле Марксе. Почему сейчас идеи Карла Маркса ушли на второй план? Вот вы подумайте, молодые люди. Вот что вы в своей жизни, вот я к молодежи сейчас обращаюсь, что вы в своей жизни сейчас... А чего вы в своей жизни сейчас испытываете наиболее сильные эмоции? Правильно, от потребления. Вы, к примеру говоря, работаете на работе, вы получаете деньги, вы покупаете себе айфончики, вы покупаете себе макбушечки, вы покупаете себе макпрошечки, вы покупаете себе игровые компьютеры и пятое-десятое. Вы покупаете себе эмоции тем самым, правильно? Правильно. В первую очередь эмоции вы покупаете. Второй нюанс, вы зарабатываете деньги, уезжаете куда-либо. Туризм с целью расширения мировоззрения, с целью также получения эмоций. Но у вас есть возможность в начале текущего века это получить все. Большинство молодых людей сейчас не задумываются о будущем, потому что, понимаете, задумываться надо. Впереди максимальная роботизация будет. В 30-е годы у нас уже будет мир не такой, каким мы его сейчас видим. К 40-му году будет новая технологическая революция в мире. Технологическая революция, роботизация самая настоящая. Отголос к роботизации мы уже сейчас наблюдаем. В 30-е годы роботов будет немало. Это не фантастика, это явь, к чему все идет. В 40-е годы все. Население будет бросаться, будет выброшено из капиталистического социума. Все больше и больше будет плодиться нищета. Все больше и больше будет плодиться, я бы сказал, будет плодиться недовольство. И идеи марксизма, ленинизма, большевизма, они вновь всплывут. Повторяюсь, почему они сейчас ушли на 10-й план? Потому что эпоха потребления. Есть деньги у населения. Население потребляет, население более или менее довольно. Даже те, кто люто недоволен, они все равно потребляют. Им все равно свои низменные потребности удовлетворяют. А вот когда не смогут уже люди удовлетворять свои низменные потребности, вот тогда и вы увидите, что будет. Все будет так, как я вам сейчас раскладываю. Это история, это политика, это экономика. Люди, смотрите в то, что было 100, 200, 300 лет назад. История циклична, история повторяется. И, соответственно, я клоняюсь к тому, что даже сейчас в молодом возрасте, в юном возрасте, в зрелом возрасте, копите капитал, пока можете. Пока вы в трудовом, так сказать, бодром здравии, лучше или инвестировать, или грамотно спекулировать с целью увеличения капитала в дальнейшем. Вот. А молодому населению я могу пожелать только одного. Получение мудрости. Потому что мудрость – это единственный фактор, не обремененный разными негативными оттенками, который поможет в дальнейшем не оказаться бомжом и не воевать за туалетные кабинки на площади трех московских вокзалов. Поверьте мне, кто сейчас активно потребляет, они потом будут за место в туалете очень похабно драться. Да. Потому что, могу привести вам, к примеру, Гонконг. До того, как он стал китайским в 97-м году, когда он отошел от Британской империи, он был британским. Почеркиваю, в 97-й год Гонконг стал частью автономии Китая. Это не Китай, Гонконг. Это пока еще автономия. Это около Китая. Я бы так сказал. Это около Китая. Раньше Гонконг был британской империей. И, соответственно, в чем прикол? Вот тоже. Я смотрел разные документалки. Бывало, общался с некоторыми лицами русскими. Кто Гонконг, кто жил какое-то время. Кто в Гонконг просто приезжал изучить эту местность. Потому что в средствах массовой информации и массовой поп-культуры он довольно распиаренный. Островок там. Острова Гонконг имя. Там не острова, там острова. Вот. И люди, которые жили при Британской империи в рамках капитализма, да, они, в принципе, неплохо-то жили. Неплохие деньги получали. Неплохо так потребляли. Вот. Но мало кто из них, кто сейчас уже пенсионер, живущий в Гонконге, мало кто из них думал о будущем. Я просто помню один репортаж. Есть такой... Если не ошибаюсь, его Дмитрий Комаров зовут. Кстати говоря, очень интересная программа «Мир наизнанку». Я тоже поглядываю его передачку по одному российскому телеканалу. И мне жутко импонирует, как этот человек докапывается до всех, когда он катается по миру. Он докопался до определенных пенсионеров в Гонконге, да, и показал, как живут рядовые гонконгцы, пенсионеры. 40-квадратные квартиры, а в этих квартирах 40 квадратных, 40 квадратных метров, поселилось на первом ярусе человек там 20, на втором ярусе человек 20, живет суммарно 40 человек, как коммуналка, иными словами. Коммуналка, в самом смысле коммунальная квартира. И эти места сдают владельцы квартиры. Да, они получают гиперприбыли в рамках капитализма, да, они жируют. Но те люди, которые живут там, они нищие. Они получают дотацию, получают какое-либо пособие страны гонконгской власти, не китайской, а именно гонконгской власти. Разделяйте Гонконг и Китай. Автономию от целостного государства. И я все клоню к тому, что по молодости они жировали, а в старость уже нищенствуют. Так что мудрость это то, что мы получаем с годами. Понимание жизни. И знаете, чем вы раньше получите понимание жизни, чем вас раньше жизнь будет бить по шапке, вот я к молодому поколению обращаюсь, тем вы раньше поймете, что нужно подстелить под свою задницу, чтобы потом упасть не на бетонный асфальт условно, а на соломинку. Финансовую подушку безопасности я имею ввиду. Поэтому либо инвестируйте, либо грамотно спекулируйте. Одно из двух. Полезно будет. Надеюсь, данный видеоролик был для вас максимально полезным про капитализм, феодализм, частично коммунизм, ну и соответственно технологические революции на планете будут и дальше. И уже эта массовая роботизация, которая будет в мире в ближайшие полвека, она способна привести мир, опять повторяюсь, к распространению красных идей, левых идей. Вот. Это то, что я считаю неизбежным, как финал данной капиталистической системы. Что будет уже противовец капитализму, я полагаю, социал-демократия. Опять же, пролетариат войдет в массы, рабочий класс будет востребован везде, рабочие места потом будут государства создавать, но перед тем, как это должно, как это произойдет, должен быть какой-либо именно экономический и политический кризис во всем мире, кризис капитализма в первую очередь. Лет через 20, может быть, увидим к 40-му году. Ну, а до тех времен, пока как все идет, так и идет, общество потребления будет и дальше плодить, таких же потребителей будем жить в тупорылом социуме, где будут преподавать не основу, там, политэкономия, не экономику, не политику, не рынки, а будут показывать, как там обезьянка, ну, скажем так, пупырит другую обезьянку и толпа олигофранцов над этим угорает. А у обезьянки просто такие инстинкты, они животные, они, это низменные инстинкты, а мы люди, мы созидатели в первую очередь, мы та самая высшая вид, высший вид в пищевой цепи, который сподвиг планету Земля к таким вот видам технологического прогресса. Так что, все довольно очевидно. Думаю, на этом все. Если у вас будут какие-либо предложения по истории, экономике, политике, пишите под данным видеороликом, я обязательно подобные видео еще рассмотрю, потому что, если вам они полезны, с точки зрения всеобъемлющего макроэкономического, политического, исторического факторов, давайте рассматривать их. Потому что, повторяясь, все то, что происходило раньше на планете, в истории человечества, все то же самое происходит в периоде 100-200 лет. История циклична. Все проблемы цикличны. И пока есть человек, все эти проблемы будут повторяться абсолютно. В общем, пишите какие-либо темы, рассмотрим их вместе. Благодарю за внимание. До свидания.